Берите с собой воду. Берите с собой здоровую спину. Берите с собой головные уборы. Берите с собой купальные принадлежности. Почему я стой, какой? Жизнь богаче, чем мы думаем. В такие же ретро-поезда у нас в Матичке ездят. Я теперь точно могу говорить, что была на Байкале. Мы второй день подряд приезжаем к той же самой точке на Байкале, на юг Байкала. Как раз как дорога идет из Аршана в Иркутск, она идет мимо вот этой точки города Култук, в которой мы вчера были, где был дождь, поэтому отсюда благополучно уехали. Сегодня погода гораздо лучше, поэтому, я надеюсь, мы сможем осуществить задуманное. Чем же примечательна эта точка? Тем, что здесь стоит памятник Круга Байкальской железной дороги. Все потому, что она тут начинается, ну или заканчивается. Идет она отсюда до Порта Байкал, то есть до почти Листвянки. Это на другой стороне Ангары. Круга Байкальская железная дорога, она была очень дорогостоящая в строительстве. И здесь применялись интересные инженерные решения. Строительство началось при Александре Третьем. Строили ее в основном каторжники. Но инженеров при этом приглашали из Италии и Албании. Интересно, что хоть и было потрачено много денег, было действительно тяжело строить дорогу. Но в начале 60-х годов 20-го века от ее использования отказались, поскольку была построена ГЭС и переградившая реку Платина подняла уровень Ангары. Вследствие чего один участок железной дороги был затоплен. Здесь выкапывали огромное количество грунта, прокладывали тоннели, использовали специальные наработки, которые применялись в Италии. И все это здесь есть. То есть, по сути, это некоторое такое чудо инженерной мысли того времени. А сейчас она не используется, по сути. Насколько мы поняли, предполагается, вообще люди ходят вот здесь вот по путям. Вон там какая-то слева есть дорожка, но она уходит наверх потом. Наверное, это локальная дорога для местных жителей. Вообще, этот участок железной дороги был частью Транссибирской магистрали. Его называли золотой пряжкой стального пояса России. Пряжкой, потому что он соединял разорванную Транссибирскую магистраль, которую разорвал Байкал, а золотой, потому что это была, пожалуй, самая дорогостоящая дорога в России. Но еще и потому что самая красивая, пожалуй, железная дорога в мире. Сегодня есть несколько путей познакомиться с этой кругобайкальской железной дорогой. Мы, кстати, думали, что раз она называется кругобайкальской, то она идет вокруг всего Байкала. Но нет, на самом деле она всего лишь небольшой участок Байкала охватывает. И есть такие способы увидеть ее. Первый, это, конечно же, проехаться на ретро-поезде. Правда, это не самое дешевое удовольствие, но достаточно интересное, потому что там вы будете останавливаться, чтобы осмотреть разные инженерные сооружения, которых тут очень много. Второй способ — это пройти пешком. Можно пройти ее всю, можно пройти только часть. Мы, конечно, пройдем только часть, потому что у нас нет столько времени. Потому что на это нужно точно больше, чем день. Ну и явно здесь люди так вот ходят, мы видели, с палатками, и ночуют где-нибудь на берегу Байкала. И третий путь, который подходит для лета, это взять теплоходик, который опять-таки будет охватывать все эти участки интересные, возможно устанавливаться, и можно будет их все увидеть. А четвертый путь годится только в зимнее время года, потому что здесь рядом проходит зимник, и тоже можно как раз проезжать здесь там на машине или еще на каком-то виде транспорта и осматривать ее со стороны озера. Вот, кстати, появилась, наконец, нормальная дорожка, более-менее безопасная, а то по шпалам идти страшновато. Мало ли что. Гулять по этой дороге можно без палатки, что мы и делаем. Мы планируем дойти до станции Старая Ангасолка. Идти туда около двух часов, поэтому спокойно можно прогуляться туда-обратно. Да, в одну сторону путь занимает 8 километров. Кстати, вот мы сейчас идем по этой дороге, и видно ту, которая сейчас в рабочем состоянии. Транссиб проложили в обход озера по горам, а вот это вот КБЖД стало тупиковой. В 1956 году по этой дороге прошел последний поезд. Потом дорогу долгое время не использовалось, только в конце 70-х. Ее признали историко-архитектурным памятником. Приятная дорога по земле закончилась, и опять нужно идти по камням. Конечно, мне неудобно идти так. Честно говоря, я надеялась, что Большая Байкальская тропа будет проходить примерно как-то так, как вот эта дорога вдоль побережья, так что можно будет идти вот так вот смотреть со временем на воду. Но получается, я просто не совсем верно подготовилась, и можно было заранее узнать про то, что, возможно, нам подошел бы больше путь по вот этой вот самой железной дороге вместо того. Экскурсионный маршрут начинается от порта Байкал рано утром и идет в течение всего светового дня по этой дороге, поэтому, возможно, мы как раз наткнемся на этот поезд. Мы дошли до первой станции, станции 154-й километр. Здесь очень много мусора, просто. Вот это явно новый настил, скамеечки для того, чтобы люди здесь пока стояли. Слушали экскурсию, наверное, удобно сидели. Пока стояли, сидели. Субтитры сделал DimaTorzok Дошли до такого места, где должна вода сходить, чтобы не подтапливать дорогу. Но в первый раз видим, что здесь такой огромный желоб выходит. Крис карабкается вниз. Спустились мы в этот тоннель. Он выходит прямо к Байкалу. Если бы здесь прямо под нами была вода, можно было бы подумать, что это понтон, с которого надо прыгать. Ну, кстати, судя по тому, что здесь растут вполне целые деревья, каких-то грязевых больших потоков тут не сходят. О, чьи-то ноги тут. О, это Крис. Я что-то не хочу спускаться вниз, а то мне забираться на такие конструкции сложно. Я лучше буду ходить по тонкому канату. Дошли до первого туннеля. Здесь был 41 туннель. Сохранилось 40. Общая протяженность тоннелей более 9,5 километров. Кстати, по некоторым подсчетам, каждые 100 метров пути на этой железной дороге встречается одно инженерно-техническое сооружение. Ну, вот это считаются всякие не только тоннели, мосты, но и вот эти подпорные стенки, мощения, трубы. Как ты думаешь, кто его строил, итальянцы или албанцы? Не знаю. Но здесь, кстати, встречаются элементы, где складывали тоннели без раствора, и они держались просто за счет того, что камни были подобраны по форме. Вау, это так круто. Наверное, это значит, что они вечные. Здесь раньше была дорога, а сейчас тут не. Офигеть! Вот это необычное ощущение. По количеству следов здесь можно понять, насколько это популярный туристический маршрут. Всем интересно, конечно, прикоснуться к истории. Проанализировав следы, можно понять, в какую сторону этот маршрут более проходим. Вот идешь по этой дороге и наблюдаешь такие красоты Байкала безбрежные. Кстати, берите с собой главные уборы, поскольку если будет солнце, то оно хорошо припекает. Здесь, в Иркутске, считается солнце достаточно активным. Ну да, на себе ощущаем. В первый день там на Ольхоне подгорели знатно. Ура! Ой, какой маленький! Это электричка. Этот тоннель уже около Ангасолки. Второй. Длиннее уже, и он с поворотом небольшой. Посты вышли к Ангасолке. Здесь было пару километров, идти не очень удобно. Пришлось идти по камням, потому что слева дороги либо ее не было, либо она была заросшая с сильными большими кустами. Поэтому мы пошли по камням. Ну, либо по шпалам, но по шпалам это как-то семенить приходится, а не ходить. О, красиво так открывается вид прям. Была бы такая дорога все время. Точно какие-то неожиданные сложности возникают? Ну, просто, как говорят люди, жизнь богаче, чем мы думаем. Я тоже подумал, что это аллегория на всю жизнь. На жизнь в общем-то. Трога Байкальская железная дорога это аллегория на всю жизнь. Вообще советуют свой путь по всяким вот этим инженерным сооружениям начинать именно от поселка Старая Ангасолка, потому что отсюда начинается самое интересное сооружение именно в сторону порта Байкал, а не так, как шли мы досюда, с Култука. И мы дошли до арочного виадука Ангасольский. И сейчас по нему пройдем. А стоим мы на железнобетонном мосту, уже значительно более поздние постройки. Пришли к станции. Выполнена она так же, как и предыдущая. Так медленно. В общем, это оказался туристический поезд, потому что обычный ходит тут всего раз-два в день в одну сторону и раз-два в день в другую. Про этот поселок вообще писали, что здесь обычно людей, туристов больше, чем местных жителей. За день бывает. Но это все потому, что местных жителей человек 10. Здесь на старой Ангасолке стоит часовня. Построена она в 2007 году. То есть совершенно новая. Но вписывается в ландшафт хорошо. Вот приехал поезд, и с него много людей сошло. И идет гулять, смотреть окрестности. Спускаются к Байкалу. Хотя, учитывая, что парень, выходящий из поезда, спросил нас, что это вообще такое, то им, видимо, там не особо рассказывают. Просто, ну, либо он спал. Извиняйте, я дальше не знаю. Короче, у меня была надежда, что на этот ретро-поезд можно подсесть. Все в ретро-поезды. А те же ретро-поезда у нас в Матичек ездят. Возможно, что есть настоящие ретро-поезда. Это просто вариант подешевле, мы не уверены. Я думала, что у нас есть вариант сесть на этот поезд и добраться до того места, откуда мы пришли. Потому что, честно говоря, опять усталый тип. Тело еще не успело восстановиться с позы вчерашнего похода. Но мы спросили у проводницы, и она говорит, что нет такого варианта. Хотя я вроде бы читала, что он есть. Так что ждет нас путь обратно. Дорожка. На самом деле был еще один вариант. Это дойти от старой ангасолки до поселка Темная Пать, который находится по горе вверх. То есть нужно было бы подниматься целый час наверх опять. А это не нужно. Там можно было бы взять, наверное, такси, либо попытку поймать. Ну, попуток не поймать, потому что это тупиковый. Там не будет транзитного транспорта. В общем, какой-то вариант был бы. Вроде как я проверила, оттуда до Култука не ездят на прямой электричке. Они вообще как-то очень редко ездят. Поэтому мы не стали пользоваться этим вариантом. Хотя, если честно, очень хотелось. Мы, кстати, опять в тоннеле. Идем назад. Прошло полчаса. Нас догоняет поезд. Тот самый, который нас не пустил к себе. Смотрите, смотрите на него. Все, теперь можно идти, не опасаясь по шпалам. Мне кажется, наша мечта сейчас сбудется. Точнее, твоя вчера сбылась, а моя еще нет. Вот. Сейчас мы куда-нибудь положим вас и будем потом смеяться. В общем, вода оказалась катастрофически холодной. Ее сводят ноги. И невозможно так, знаете, зайти, чуть-чуть привыкнуть, потом пойти дальше. Самое лучшее, это если бы здесь либо был песочек, который можно было так плюхнуться и дальше догрызти. Либо понтончик, чтобы сразу полностью окунуться. Вот это просто было бы идеально. Там не задумывался бы о том, там сводят, не сводят. Просто чик и все. Здесь такого не было, к сожалению. Поэтому мы вынуждены были налить бутылку воды и обмочить меня с ног до головы. Можно сказать, Байкал меня отхристал. Но все равно, мне это настолько придало свежее ощущение. Больше сил идти вперед. Думаю, если бы я именно проплала, было бы тяжелее. Потому что что-нибудь, да, отмерзло бы. Короче, это было классно. Я теперь точно могу говорить, что была на Байкале. Вообще, пока я читала про Байкал, видела информацию, что самые теплые берега это со стороны Улан-Удэ. То есть вот то, что мы сейчас видим на камере. Вот те поселочки, там более теплая вода. Не знаю, с чем это связано, но нам проверить не удалось. Мы только знаем, что здесь очень холодно, и все. Практически совет номер два, но, наверное, один из самых важных. Берите с собой воду из расчета литр на человека на этот маршрут. Потому что, если солнце светит сильно, то прям жарко становится, и хочется пить. Вот у нас, например, на обратный путь воды не хватило. Ну, зато хватило на тот, и на небольшую часть обратного пути. Это, конечно, не прям супер страшно, но лучше такого не допускать. Совет номер три. Берите с собой здоровую спину. С больной спиной очень неудобно ходить так долго. О боже, я вижу людей, машины. Там все плавают, ходят. Это так прекрасно, мы как будто бы выбрались с необитаемого острова, на котором пробовали больше года. Мы все устали. Ну, ладно, я только устал. Ты, кажется, опять не устал, да? Не устал? Чего же не устать-то? Ой, не знаю. Тяжело все это, тяжело. Ура! Мы сделали это. Мы дошли от Култука до старой Ангасолки и обратно. Это было немного тяжело, в основном из-за того, что воды у нас не было достаточного количества. Плюс еще под конец стал натирать обувь, хоть изначально была очень удобная. Не знаю, какие выводы. Выводы такие. Дорога красивая, нужно идти смотреть, гулять. Берите с собой купальные принадлежности. Там есть места, где можно спуститься и искупаться. А лучше еще тапочки для купания. И тапочки, чтобы заходить в воду, если у вас есть такие. Класские камни такие. Конечно, стоит пройти и искупаться, особенно если светит солнце. Оно прогревает тело так сильно, что хочется сбросить температуру. Путь крутой, всем рекомендуем. Мне понравилась больше, чем большая Байкальская тропа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!